Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. А если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. Президент Молдовы Майя Санду указала на недопустимость пропаганды со стороны России и других государств в эфирах вещающих в Республике телеканалов. Она выразила надежду, что новый совет по телевидению и радиовещанию CTP решит данную проблему, передает iz.ru. Как я поняла, вскоре у нас будет новый состав совета по телевидению и радиовещанию, у которого есть определенные законные инструменты и который должен не допускать пропаганду, обман и другие нарушения. Я очень надеюсь, что этот CTP будет объективным и эффективным, подчеркнула молдавский лидер в эфире телеканала ТВР Молдова. По ее словам, в Республике начинает действовать программа реформирования системы безопасности, в том числе в сфере киберпространства. Основная часть нашей деятельности зависит от работы CTP. После этого мы решим, справляется ли нынешнее законодательство с проблемой или необходимы изменения в области безопасности. Проанализируем и сделаем выводы, уточнила президент. В декабре прошлого года парламент Молдовы снял ограничения на трансляцию российских телеканалов. Речь идет о законопроекте, принятом в 2018 году. Документ запрещал в стране вещание российских новостных и информационно-аналитических передач. В проекте отмечалось, что его цель – защита государства от возможных попыток дезинформации или манипуляции за рубежа с помощью СМИ. В том же году Координационный совет по телевидению и радио Республики Молдова оштрафовал телеканал РТР Молдова за трансляцию Парада Победы в Москве 9 мая на 85 тысяч леев. Один из авторов инициативы борьбы с пропагандой депутат Сергей Сырбуз признал, что поправки провалились, так как гораздо больше фальшивых новостей рождается внутри страны. Россия долго же не молчала. Оно и неудивительно. Один из первых рупоров Госдумы Евгений Попов назвал такое решение Санду якобы недружественными действиями. Он решил, что нужно поднять вертолеты и разбрасывать паспорта РФ для молдаван. «Мы должны русским людям в Молдове с вертолета разбрасывать российские паспорта. Это касается не только русских людей, но и гагаузов, например. Всем, кто считает себя частью русского мира, мы должны в упрощенном порядке предоставлять российское гражданство», – отметил парламентарий. «Это хорошая и действенная мера отрезвила бы не очень умные головы, которые, к сожалению, приходят к власти в странах, которые мы считаем братскими и дружественными по духу. А де-юре они нам, конечно, враждебны», – сказал Попов. Кроме того, по его словам, раздача паспортов жителям Молдовы помогла бы России в решении демографической проблемы. На этом словесные конвульсии из Кремля и закончились. В свою очередь, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Папеску работает над другими направлениями, которое поможет снизить влияние РФ на Молдову, особенно через Приднестровье. Он приветствовал намерение Совета министров ОБСЕ принять декларацию по Приднестровскому урегулированию. Об этом он заявил в своем выступлении на заседании Совета министров ОБСЕ, которое проходит в Стокгольме, передает инфотаг МД. «Мы подтверждаем необходимость достижения всеобъемлющего мирного и устойчивого урегулирования, основанного на уважении к суверенитету территориальной целостности Молдовы в пределах международно признанных границ с особым статусом для Приднестровского региона», – сказал он, подчеркнув, что эта синтагама будет присутствовать в заявлении СМИД ОБСЕ о переговорах в формате «5 плюс 2». Попеску напомнил о стокгольмской встрече ОБСЕ, произошедшей в декабре 1992 года, сказав, что она играла особую роль для Молдовы, так как в ходе нее была впервые подтверждена необходимость окончательного политического урегулирования Приднестровского конфликта для установления прочного мира в регионе. Несмотря на то, что ситуация в моей стране была мирной на протяжении более 30 лет, лишь малый прогресс был достигнут в достижении цели, поставленной 29 лет назад. Должна продолжаться работа над решением срочных проблем и улучшением жизни жителей региона, подчеркнул Попеску. Он отметил, что Молдова предоставила Приднестровью более 300 тысяч доз вакцин против COVID-19, а также оборудование и технику для борьбы с пандемией.